Дети, к сожалению, болеют иногда даже с самой первой минуты своей жизни. Вместо приготовленной домашней кроватки, маминых теплых рук, больничная койка и совсем незнакомые люди в белых халатах. За закрытыми дверями педиатрического отделения Брестка детской областной больницы идет ежеминутная борьба за жизнь каждого. Ведь они такие маленькие, беззащитные, так нуждаются в уюте, ласке и тепле. И заботятся об этих маленьких пациентах врачи и медсестры. Основа любой организации – это люди. А у нас, в нашем случае, это доктора, медицинские сестры и те, которые создают условия для нормальной работы медиков, что тоже немаловажно. В больнице на 412 коек, а работающих в ней физических лиц 756, а по штату 850. Я, наверное, скажу, что я горд коллективом. Вопреки активному развитию технологий, труд этих людей и докторов, медсестер по-прежнему остается востребованным и нужным. А с любовью сделанное дело и просто хорошее доброе слово способно вселить надежду и веру в завтрашний день. Особенно это касается детских врачей. Благодаря их чуткости и заботе находят исцеление недугу даже те пациенты, которые пока еще сами не могут рассказать о проблеме. Я сама с очень большой семьи, у нас у мамы 8 деток, поэтому я знаю, что это такое детки, когда они беспомощные, хочется их обнять, поцеловать, пожалеть. Поэтому я выбрала эту себе профессию. Всегда нужно брать чужих деток, как будто бы это твой собственный. Всегда нужно это помнить. Поэтому да, каждому ребеночку особый подход. Нужно найти какие-то лазейки, где-то с ним поиграться, где-то его отвлечь, какую-то сказку рассказать немножко, какой-то мультик на телефоне, как правило, сейчас. Потому что вот даже на УЗИ, когда детки приходят, многие плачут, многие не понимают, что это вообще не больно. Поэтому иногда даже танцуешь, прыгаешь перед этими детками. По-всякому бывает. Профессиональный праздник – это в первую очередь повод подвести итоги деятельности и наградить лучших из лучших. Конечно, особенно приятно, когда труд отмечается на уровне области. В медицине я вообще с 9-го года прошел через среднее звено, потом поступил в университет. На данной профессии врачом работаю 5 лет. Я выбрал работу с детьми, потому что я очень люблю детей, они очень открытые, чувствуется отдача, с ними очень приятно работать. И стараюсь частичку себя отдать им. Данная награда впервые, я надеюсь, не в последний раз. Для меня это очень важно, потому что я чувствую со стороны администрации то, что меня видят, доверяют. То есть какие-то поощрения, то есть это чувствуется, потому что я стараюсь со своей стороны. В медицине я уже больше 30 лет. Детям даже сложно говорить, почему именно детям, но мне всегда нравилось общаться с детьми. Вот это окружение, вот эта теплота, вот это такое непосредственность меня всегда привлекало. Ну, наверное, вот поэтому я выбрала педиатрический факультет. Нужно любить и детей, и любить свою профессию, потому что иначе здесь остаются только люди, те, которые действительно, в общем-то, преданы своей специальности. Свой профессиональный праздник люди в белых халатах, как правило, встречают на рабочем посту. К сожалению, никто никогда не знает, кому и когда нужна будет помощь. Однако они уверены в главном. Их важный тяжелый труд будет оценен по достоинству. И искренняя детская улыбка – главная награда для медиков. Продолжение следует...